Семейная жизнь Мы живем в век извращенных понятий Большинство встречается с осколками понятий Как хорошо сказал святник Николай Севский Первые люди, они немного знали, но много понимали Потом стали знать больше, но меньше понимать Последние будут много знать, но ничего не понимать У нас утеряно самое главное У нас утеряно понятие, что такое любовь И об этом Господь сказал Сын Человеческий пришедет, найдет веру на земле Из-за умножения беззакония скудеет любовь многих Вера, любовь, вот эти в наше время утерянные качества У нас воспринимает веру, вы знаете, ну и верую И считает, что это достаточно Но как я верую, это мое дело Утрачено понятие истинной веры Истинная вера отложена вообще на что-то, на неизвестно на что Как сказал святитель Феофан Придет время, когда говорить будет, что не голова, то своя вера Вот сейчас у нас так же И это касается к несчастью и всего остального То же самое любви Истин Попович, свидатель, сербский преподобный нашего времени сказал Любовь не есть свойство божества Любовь есть сущность божества И человек, споренный по образу Божию, должен иметь свою сущность и любовь Если этого нет, это недочеловек-получеловек Но вот когда начинается разговор о любви Вот тут как раз и начинается Вот что такое любовь Вот этот вопрос, который обычно задают молодежь Очень есть замечательные воспоминания рабов Божиих Вот духовные чады Отца теперь все прославленного, отца Георгия Наверное, дай его монастыря Архимандрита Вот, я его лишь знал, вот, духовные чады Которые, вот, прислали к нему, вот, у нее За ней ухаживал, и Георгий, ну, молодой человек, с казами Она говорит, знаете, батюшка, он мне делает предложение, я его не люблю А он говорит, дедочка, а ты знаешь, что такое любовь? Ну, конечно, я же читал, но написано Вот все, что ты читал, это не есть любовь Это, говорят, страсть, которая отгорела и осталась холодной пепел А любовь, это чувство, которое нужно растить Чувство, которое постепенно появляется Оно не так вот вспыхивает, вспыхивает Вспыхивает, увы, часто вспыхивает Как раз именно страсть Почему она вспыхнула и отгорела Почему вот эти вспышки, тем более, чем более кратковременной становятся Потому что нам, как священникам приходится к несчастью То и дело слышит Вот знаете, мы уже все уже Вроде, сначала не увенчались Теперь стали, слава Богу, увенчаться Но разводиться стали не меньше А именно потому, что вот этот порыв проходит И все Дело все в том, что Любовь к настоящему Это чувство, которое направлено на другого человека И оно не в себе самом Вот тот же Прибалной Устин говорит Любовь к человеку без любви Божьей есть самолюбие А любовь к Богу без любви к человеку есть самообман И вот это вот самолюбие Очень часто как раз и бывает в жизни Человек любит Вот как я вам сказал Как верит по-своему Любит по-своему Как он Вот как он себе представил себе Как он понимает И он так вот Любит Созданный им некий Образ Как он понимает Как он почувствовал Как он чувствует Ну вот Жизнь начинает проявлять Действительные черты того человека И происходит Трагедия Получается Рухнуло все Но беда вся в том Что он не в человека разочаровался А разочаровался В своем представлении человека Он увидел человека А то что до этого было Это было то Что ему хотелось Видеть в человека То что он Как бы представлял себе И поэтому Приходится очень часто Вот эти трагедии Слышать Потому что Вот как бы Читаются Насмотрятся люди Представят себя И себя Еще представят Тоже В соответствующем Виде И Свою кандидатуру И свой так сказать Какой-то вот Образ который И получается некий Такой Телевизионный сериал Который Вдруг Кончается Помните Как назывался Кинематограф Сам в своем начале Кто помнит Иллюзион 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 А что Иллюзия Иллюзия Понимаете И вот На самом деле Ну что это такое Вы смотрите Нажал на одну И все пропало А тут Целая Истерика Там что случилось Там ничего не случилось А там ничего не случилось Там выключите И все Да Вы знаете Это на самом деле Это печально Но это так Вот тот же как раз По моему Николай Иллюзион Он говорит Люди напридумывали Вещей И встали в их рабство Впали в их рабство Человек От истинной Реальной жизни Духовной Уходит в менее реальную Вот эту жизнь Нашу так называемую Вовседневную Она менее реальная То что мы сейчас С вами говорим Каждый момент уже проходит Все уже пролетает Уже все прошло Уже Настоящего Как бы это надо Его почти нет Это мгновение Помните Фауст Благодаря меня Славись А когда это мгновение Пролетает все И вот Все это проходит И из этой Менереальной жизни В нереальную Телевизионную И компьютерную В нереальную жизнь Но этот навык Ухода в нереальную жизнь Он в этой фантазии В этих воображениях Которые люди живут И вот это Вот из этой реальной жизни Они пытаются Когда возвращаются В эту жизнь Вот тут Все Сразу Уныние Сразу Так все Серо Потому что Рисовал все это Очень красиво Кстати у святых отцов Есть замечательное Возречение жизни Там вершина всего Они называют дьявола Художником Он рисует картины Вот когда завлекает Он рисует Картины красивые А потом значит Когда А потом начинает Ту же картину Подзарисовывать И там И там он лжет Сначала все В красивом виде А потом В мрачном виде Но и то и другое Нет истины На самом деле Есть истина И истина Это все таки есть В каждом человеке В разной степени Есть образ Божий Есть образ Божий Замечательно Замечательно В этом отношении Чем прекрасна Семейная жизнь Она прекрасна тем Что человек Если сегодня Получилось Или там Сейчас немного Погоди опять Если что то не получается Он может И у него есть возможность Потрудиться над собой Не оправдывается Характер у него такой Такой Трудиться А хочешь вокруг него Все под него Я где то прочитал Такое тоже Знаете Такое зречение Что Умный человек Он старается Как то Над собой Трудиться Чтобы как то Вписаться в окружающую Ну Правильно В хорошем смысле Вписаться в окружающую Обстановку А Не умный Ну не скажем дурак Не умный человек Старается окружающую Обстановку Под себя переделать Поэтому преобразователи Окружающей действительности Относятся к второму Порядку Ну вы знаете Прямо революцию Всякие Так вот Дело все в том Что Вот как раз В семьях то И вот Есть такая возможность В семейной жизни Каждому Это есть только Уголочки Протираются Но Каждый должен Судить Потому что В любом инциденте Как говорится операция Доля своей вины Есть И вот как раз Вся-то Опять беда в том Что нас Заразили Эмансипация Там И все эти Какие-то Странные слова Вот Понимаете А что такое Равенство женщин с мужчин Простите Я всегда Взмущался этим Равенство мужчин с женщин На самом деле Это Обман женщин А Потому что Простите Никто Материнский С ее Долг И обязанность Не складывает Если еще Ее На весь Работает У вас Говорят Главное Это Это Молит Сам Родители Молиться И дети Молиться А вот Говоря о чувстве Тут можно сказать только одно Чувство Опять же Оно проявляется Временем Чувство Временем Испытаниями Любовь Несовершенна Если Она не страдала Без страданий нет Ни истинной любви Неподлинного счастья Поэтому Когда Какие-то бывают страдания По-настоящему Господь дает возможность Именно Возрастить Проверить это чувство Иметь Его как бы Получить И человек Который Ухраняется От этого Он Может Терять Сразу Тушуется От этого Отступает Получается Так что И Чувство Решается А это Не дай Бог Озлобиться Когда человек Злится Он приносит Вред Только себе Он уже Мне когда-то Сказал Такой Отец Собеседовал Первый Ездил На Афон И сказал Один Хреческий Монах Климис В 89-м году Еще сказал Запомни Грядят времена Это Любовь Учись Растить Любовь Все остальное Грех Хуже Смерть Только Она Жизнь Мы пропадем Мы пропадем Без любви Пропадем Без любви И Не надо Не надо Ничего Предпринимать То есть Вот Отношения Какие-то Имеем Между людьми Любых Отношениях Нужно Стараться Почувствовать Голос Нет Болю Божию Соответственно Этому Уже Все Время поступать